ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шэм – это слова, которыми наибридцы прославляют Господа. Барух благословен, Ха-Шэм – имя. Когда мы говорим Баруха Шэм, мы благословляем имя Господа. Мы любим начинать наши передачи с хвалы Богу, потому что без Бога у нас нет ничего. Мы живем, движемся и существуем в Нем, потому что все от Него и им. На еврейском мы говорим Баруха Шэм, да будет благословенно имя Господне. Милая, ты чудесно выглядишь сегодня. Скажи, а что у тебя на уме? Господь бросил мне вызов сделать кое-что. Он побудил меня стоять на Его Слове один месяц. Бог внушил мне перестать слушать другие голоса. Не слушай новости из соцсети. Смотри на Писание и слушай только меня. И я согласилась принять этот вызов. Я знала, что надо все поменять. А вот чем отличается наша вера в Мессию Иисуса. Она базируется на Слове Божьем. Сегодня есть люди, которые говорят, что они не христиане, а просто духовные. У них какое-то туманное представление о духовности. Но нам нужен не только Божий Дух, а и Его записанное Слово. Потому что Его Слово истина, оно двигает горы, оно живо и действенно, острее меча обою до острова. И поэтому мы говорим «Баруха Шэм, да будет благословенно имя Господне». Вся честь и слава принадлежит Царю Иисусу. Шалом Алейхем, мир вам, возлюбленные, во имя Мессии Иисуса. Мы продолжим третий сезон Мессианского пророчества. Сконцентрируемся на предсказательных местах. Если вы не смотрели первый и второй сезон этих программ, то зайдите на наш сайт. В тех сезонах я заложил важные основания для понимания мессианского пророчества. Не все они предсказательны. А в этом сезоне мы будем говорить именно о предсказателе. Сегодня я хочу продолжить читать Исаию, 7 главу, 14 стих. Мы сконцентрируемся на том факте, что еврейская Библия предсказывает нам, каким будет служение Мессии. Мы читаем о том, что служение Мессии приблизит Бога к нам. Когда Мессия придет, мы сможем сказать, послушайте, Бог здесь. Послушайте и вы, что сказано у Исаии. 7 глава, 14 стих. Итак, сам Господь даст вам знамение. А вот Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануэл, что значит «Бог с нами». Мы видим, как этот стих повторяется в Брит Хадаша, в Новом Завете. Матфей говорит в 1 главе, 23 стихе, что Дева родит Сына. Он цитирует 14 стих 7 главы Исаии. Мы видим обетование в Еврейской Библии о рождении ребенка. Его рождение на земле принесет сюда Бога. Опять же, когда Мессия родился, цитируя Исаию, Матфей говорит, что это пророчество исполнилось. Важно, чтобы мы понимали это в духовном измерении. Многие из нас ищут Бога где-то там. Мы думаем, что если нам удастся заглянуть подальше в космос, мы сможем обрести связь с Богом. Дорогие друзья, по правде говоря, Бог уже здесь. Проблема не в том, что Бог так далеко, что мы не можем добраться до Него. Главный вызов для многих из нас состоит в том, что Он так близко, что мы боимся Его впустить. И дашь Ему имя Эммануил, что значит «Бог с нами». Он здесь. Иешуа вознесся на небо, а затем послал Духа Святого, Руаха Кадош, дыхание Элохима, сегодня с нами на земле. И Иисус сказал, «Я с вами всегда, даже до конца века». Я не оставлю вас и не покину вас. Сейчас многие из вас ощущают тревогу. Вы нервничаете, переживаете стресс. В вашей жизни есть вещи, которые давят на вас. Сейчас вы ощущаете тревогу от всех этих отношений и условий. Но я хочу сказать вам, возлюбленные, Бог уже здесь. Он здесь. И желает, чтобы мы укоренились в этой реальность. А вот почему Давид сказал, «Если я пойду и долину смертной сени, не убоюсь зла, потому что ты сама». Когда Мессия родился в этом мире, Матфей, цитируя Исаию, сказал, «Эммануил родился». Теперь Бог здесь. Он уже здесь. Иногда мы ходим во тьме. Проблема в том, что у нас нет веры, чтобы подтвердить простую истину. Тот факт, что Бог здесь, не означает, что жизнь будет простой. Он говорит о том, что, пребывая в Его дворах, принимая истину о том, что Он здесь, корни нашей души углубляются в божественную природу. Когда мы идем по жизни, сталкиваясь со тьмой, держась за Бога и подтверждая тот факт, что Он здесь, наша душа расширяется в мире вечной жизни. И вот тогда мы становимся сильными. А становясь сильными, мы становимся счастливыми. И тогда мы можем покорить всякую тьму, и духовные силы нечестия, которые окружают нас на этой земле. Но чтобы быть сильным и побеждать нечестие, мы должны знать, что Бог здесь. Он с нами. Скажите со мной, Бог здесь. А вот что Мессия принес нам, Дух Святой находится с нами. Он здесь. И теперь Отец желает наставить нас в этой истине, чтобы мы жили этой реальности и уже никогда от нее не уходили. Опять же, мы говорим о мессианских пророчествах. Мы рассматривали с вами Исайю, 7 главу, 14 стих. Пророк сказал нам, что когда Мессия придет, тогда родится Сын. Он принесет Бога на землю, открыв Его для всех нас. И Он стучится в двери нашего сердца. И если мы откроем дверь и впустим Его, мы переживем реальность того, что Бог с нами. Давайте провозгласим это. Бог уже здесь. Бог, Отец, Иешуа, Дух Святой, Ты уже здесь. Ты с нами. Здесь, на этой земле. Давайте мы продолжим рассматривать мессианские пророчества. Сегодня мы размышляем над тем фактом, что Мессия — это Сын Божий. Мессия — это Божий Сын. Это может казаться нам простым заявлением для многих моих слушателей. Мессия — Сын Божий. Иисус — Божий Сын. Как сказано в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 16 стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, единородным, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Это звучит просто для многих, но я хочу, чтобы вы понимали, что для евреев, особенно для тех, кто смотрит на нас сейчас, заявление о том, что у Бога есть Сын, весьма непростое. Нас, евреев, воспитывали со следующими словами. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един, есть». Нас, иудеев, воспитывали в среде, в которой считалось, что есть лишь один Бог. И когда мы пытаемся принять откровение о том, что у Бога есть Сын, нам это дается с трудом. Мы говорим, что верим лишь в одного Бога. Нам кажется, что здесь идет речь о двух Богах. Словно здесь говорится о Боге Отце, Боге Сене и Боге Духе Святом. Так кому же из них вы поклоняетесь? Или Бог разделился? Все это стало источником серьезных богословских споров между традиционным еврейским обществом и христианством. Традиционные евреи фокусируются исключительно на единстве Бога. А традиционные христиане говорят об Отце, говорят о Сыне. И, конечно же, говорят о Духе Святом. Так как же нам объединить все это вместе? И что еврейская Библия говорит о Сыне Бога? Этот разговор мы продолжим после короткого перерыва. А пока что позвольте подвести итог. Мессия родился в этот мир для того, чтобы принести нам откровение о Боге Отце. И конечной целью познания Сына является познание Отца. Я хочу предоставить вам еще одну возможность. Иисус говорит, «Я стучу в дверь». Многие говорят, «Я ничего не ощущаю». Вы закрылись, но Иисус и Иешуа, Он здесь. Я призвал их к покаянию, и многие пасторы покаялись. Они покаялись в том, что не делились Евангелием со своими соседями и родственниками. После этого я спросил, «Кого из вас касается Господь?» Кто-то услышал слово от Духа Святого? Вперед вышла одна женщина. Она сказала, что получила пророческое слово. По ее глазам было видно, что Господь касался ее. Я спросил ее, «Что делает Бог?» Она начала плакать, трястись. Это было одно из самых мощных посланий, какие я только слышал. «Я дал вам дары в служении». Церковь, что ты сделала с тем, что я дал тебе? Это послание коснулось каждого сердца. Что было там? Она начала открывать сердце Иисуса народу. Иисус говорил, «Некоторые из вас утверждают, что ничего не ощущают. Вам нужно покаяться». Он начал упрекать пастырей за их теплоту, за их апатию, за то, что они мало смотрят на Него. Это было главным событием служения. Давайте начнем с того, что посмотрим на 2-й Псалом, 7-й стих. Здесь псалмопевец под водительством Духа Святого говорит, «Возвещу определение. Господь, Отец, Бог, сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Давайте прочитаем еще раз 2-й Псалом, 7-й стих. «Возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это напоминает мне Иешуа на горе преображения с апостолами, когда с небес прозвучал голос, который сказал, «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Ученики услышали голос, который сказал, «Сей, а есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы видим концепцию сына во 2-м Псалме, 7-м стихе. Чуть позже мы рассмотрим еще один Псалом. Давид сказал, «А Иешуа сказал фарисеям, о ком говорил Давид, когда сказал, «Сказал Господь Господу моему». Мы видим здесь тайну отношений между Мессией, сыном и отцом. Они оба боги. Как же нам понять то, что Бог един? И в то же время один Бог существует в отце, сыне и духе. Во-первых, я хочу сказать, что некоторые могут решить, что я выкручиваюсь, давая такой ответ. Но я считаю, что это правда и истина. Как мы можем ожидать, что поймем полноту Божьей природы, когда не можем понять, как это так, что Бог существовал всегда. Вы понимаете, как возможно, чтобы Бог существовал всегда. Единственное, что может осознать наш разум, это вопрос, откуда Он появился, как Он попал сюда, как Он мог появиться из ничего. Он должен был появиться из чего-то. Как Бог может существовать сам по себе? Как может быть такое, что Бог существовал всегда? Для нас в этом нет смысла. Это за пределами того, что мы можем осознать. И раз мы можем признать, что не в состоянии даже приблизиться к осознанию великой, сверхъестественной реальности, существования любящего Бога, который был всегда, и который не появился от худа-то, хоть мы и не можем осознать это логически. Мы можем мыслить лишь в рамках причин и последствий. Мы всегда думаем, а откуда появилось это? Что стало причиной того? Большой взрыв? А что было причиной большого взрыва? А что было причиной до большого взрыва? И эти вопросы могут появляться вечно, потому что единственное, что мы можем понять, это причинно-следственная связь. Но Бог и есть первая причина, у которой не было никакой причины. Никто не создавал его. Он всегда был. И так как наши умы не могут представить себе мир, в котором есть Бог, существующий сам по себе, не созданный кем-то, то как мы можем утверждать, что Бог не может быть един, и в то же время иметь множественность природ? Когда мы говорим, что Бог есть Отец, Сын и Дух Святой, мы не утверждаем, что это три Бога. Мы говорим о том, что Бог многогранен. Есть один Бог, одна сущность, и у Него множество граней. Он может явить Себя как Отец, может явить Себя в форме Святого Духа, Он может явить Себя как Сын. Вот чему нас учит Брит Хадаша, Новый Завет. Есть один Бог, и в лоне Отца есть Сын. Это Его Сын. Именно об этом и говорится во 2-м псалме, 7-м стихе. Господь говорит. Это Евангелие от Матфея, 17-я глава, 5-й стих. Когда Он еще говорил, вот облако светлое осенило их. И вот голос из облака глаголища. Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. Его слушайте. Евангелие от Луки, 22-я глава, 70-й стих. И сказали все, «Итак, ты Сын Божий». Он отвечал им, «А вы говорите, что Я, Сын, находится в лоне Отца. Бог един. Но в Нем самом есть отношение». А вот почему мы читаем в Бытии, что с самого начала, когда Бог создавал мир, Он говорил, «Сотворим». Писание говорит в Бытии, «Сотворим человека по образу нашему». «Сотворим человека по образу нашему». Почему? Потому что в Боге есть многогранная природа. В лоне Отца находится Сын. Сын был всегда. Он всегда был в Отце, с Отцом. Любовь Отца сконцентрирована в Его Сыне, который был в Его лоне. Сын, который всегда был в лоне Отца, пришел в этот мир, чтобы умереть за наши грехи. И это чудесно. Мы поклоняемся нашему Царю Иешуа и благословляем Нашего Мессию Иешуа. Мы видим, что Сын Божий также открывается в Торе. Давайте продолжим сегодня наше путешествие по мессианским пророчествам. В Еврейской Библии мы видим предсказательное пророчество. Как я уже говорил, в первом и втором сезоне не все мессианские пророчества обладают именно такой предсказательной природой. Некоторые из них даются в виде прообразов и теней. Другие просто показывают, как Иешуа повторяет историю Израиля, потому что он божественный глава Израиля. Ну, а теперь мы сконцентрируемся именно на предсказательных пророчествах. В Библии мы читаем, что Мессия родится в этот мир благодаря женщине. То есть он не просто материализуется в небе, но буквально родится на земле благодаря женщине. Я сам иудей, и я прекрасно осознаю тот факт, что традиционным иудеям кажется странной концепцией о том, что вечный Бог придет в мир через женщину. Для них это некое богохульство. Именно в этом они обвиняли Иисуса вновь и вновь. В богохульстве он называл себя Сыном Божьим, равным Богу. Но на самом деле Бог пришел на землю через женщину для того, чтобы полностью отождествить себя с человечеством, которое он хотел спасти. А единственный способ отождествить себя с нами, сотворенными по образу Его, чтобы мы могли обрести близкие отношения с Ним, которые мы потеряли, это стать одним из нас. А для этого ему нужно было прийти в этот мир так же, как приходим мы с вами, а именно через женщину. Мы читаем в решите в книге Бытие, в третьей главе, в пятнадцатом стихе, следующие слова. «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь сжалить его в петух». Многие люди считают, что это первое мессианское пророчество. «После того, как Адам с Евой согрешили, они нуждались в искуплении, потому что были отделены от Бога. Они согрешили, но почему? Они согрешили, потому что у них возникло желание». Змей сказал им, «Посмотрите на это дело. Если вы съедите его плод, то станете мудрыми». Когда Ева увидела, что оно приятно на вид и на вкус, а также сделает ее мудрой, у нее возникло желание, но она неправильно восполнила свое желание. Бог сказал, что они могут есть плоды любого дерева, кроме дерева познания добра и зла. Но она решила исполнить свое желание. У всех нас есть свои желания. Но она решила исполнить его вне Божьего плана на ее жизнь. Она съела плод дерева. А когда она и Адам съели плод, то сразу же поняли, что они голые. Пришел стыд. А когда они осознали то, что согрешили, и к ним пришел стыд, они начали прятаться от Бога. В итоге они изолировали себя и остались одни. Стыд заставляет нас бежать, и мы бежим вместо тьмы и изоляции. Но Иисус пришел в этот мир через женщину, чтобы искупить и спасти нас. Он пришел исправить то, что сделала Ева, когда поддалась ложи сатану. Я хочу, чтобы вы знали о возлюблении, что ваше спасение базируется на Слове Божьем. Оно начинается в Бытии, 3 главе, 15 стихе, сразу после грехопадения. Бог обещал человечеству послать искупителя. Он сказал, что этот искупитель придет в мир через женщину, что он сокрушит сатану и спасет народ Божий. Я хочу, чтобы вы знали сегодня, у Бога есть чудесный план на вашу жизнь. Он больше всего того, что вы можете представить. Но для того, чтобы принять свою судьбу, мы должны вернуться к Творцу, отдав Ему свою жизнь через Мессию Иисусом. Я люблю вас. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи и шалом! Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге Числа Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеть свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог, Отец, Яхва, Бог Израиль благословит вас и сохранит вас. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостью к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог, Отец, продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам Своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом Свидетельства Своего. В следующий раз на нашей передаче Равин расскажет о том, как Исайя не только пророчествовал о том, где и как появится Мессия, но и о том, где будет Его земное служение. Когда я только принял спасение в 78-м году, я знал, что Бог суверенный, что Он творец, и Бог вложил в мое сердце любовь к Нему, но я не понимал, что Господь ждет, чтобы я отвечал взаимностью на Его любовь. Я обращался к Нему как к Богу Всемогущему, но я не понимал того, что Бога трогает. Когда я по собственной воле принимаю решение любить Его, я понял, что Бог не только всемогущий, но еще и самый смиренный во Вселенной. Его глаза осматривают всю землю в поисках тех, кто ответит Ему взаимностью. Это откровение изменило меня. Я верю, что оно прямо сейчас меняет многих из вас, пока я говорю все это. Если наше служение благословляет вас, если вы верите, что в этом есть Бог, если вы чувствуете, что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвования, то будьте послушны Ему, и вы не пожалеете об этом. Если вы хотите стать нашим партнерам, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-377-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы ушли вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, цереведение и кроссейдер. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господу своими финансами, отправившись на небесах, зайдите в раздел «Завещание». Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпом людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует Его возраиль. И не стоит забывать, что это телевизионная, которая достигает мир для Христа, и в этом мире поможет Равину донести Слово тем, кто никогда не услышал его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить пожизнам людей во всем мире. В этом поддержке очень нужна нам. Телепередача «Равина Шнайдера. Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Субтитры создавал DimaTorzok